добрый вечер дорогие друзья мы снова вместе с вами после продолжительной паузы я сейчас попытаюсь двух словах объяснить что произошло и затем мы приступим к нашему новогоднему рецепту итак мое новое приобретение это последняя модель компании de buyer слайсера называется она интересно и называю мандолина это полупрофессиональный нарезчик овощей и фруктов и я вам стараюсь в ближайшее время снять полноценный обзор этой машины и после того как она нарежет что-то я постараюсь из всего этого приготовить блюдо но на самом деле получилось следующее вот здесь вы видите один из сменных ножей вот здесь очень острая за . ты не знаю наверное острие бритвы и одно неосторожное движение и вот посмотрите на правой руке вот моментально появился это уже по истечении наверное недели правая рука вы понимаете ничего я готовить не мог и ждал когда это все заживет вот такие дела но на самом деле аппарат классный свою функцию исполняет на сто процентов вот такие вот происходили у нас перипетии ну на этом как бы и все приступаем к рецепту а готовить мы сегодня с вами друзья будем изумительный и вместе с тем же очень простой рецепт салат новогодний множество раз я уже готовил его на праздничный стол и никогда этот салат не подводил состоять он будет из пекинской капусты вареные говядины сметаны 20 процентной жирности сладкой кукурузы мандарины твердый сыр а также соль перец и зелень по вкусу еще есть один ингредиент это майонез но поскольку мы майонез магазине не покупаем я сегодня вам покажу как легко и быстро приготовить майонез в домашних условиях теперь переходим приготовление собственно самого майонеза это очень просто для этого нам необходим блендер подсолнечное масло рафинированное можно конечно и оливковое но вкус получается очень резкий и это только на любителя у меня уксус яблочный одно яйцо соль и мерная емкость то есть стакана где мы будем собственно и готовить сам майонез первым делом мы отмеряем 200 грамм подсолнечного масла теперь пожалуй самый ответственный момент мы должны аккуратно раскрыть яйцо и не повредив желток естественно не накидав стакан скорлупы опустить этот желток на дно вот видите он у нас сейчас находится на дне теперь мы добавляем наверное одну четвертую столовой ложки яблочного уксуса и теперь добавляем чуть больше половины чайной ложки соли для вкуса можно добавить много разных вариаций специй но я вам показываю то что мы делаем сами а вы можете добавить немного черного перца немного чесночка если хотите горчицы ну то есть у кого какой вкус и теперь вот настает один из самых ответственных моментов мы наш блендер включаем на максимальный режим вот у меня включена turbo я его погружаю на дно нашей емкости чтобы накрыть яйцо и включаю и по мере того как у нас будет происходить взбивание мы увидим что будет появляться майонез мы будем блендер приподнимать и так начали вот мы взбили блендером и теперь посмотрите у нас получился настоящий домашний очень даже полезный без всяких примесей и химикатов майонез вот я сейчас возьму ложку и покажу вам поближе что же это у нас за майонез видите да в магазине вы такой не купите никогда а мы движемся дальше и еще забыл сказать друзья на приготовление этого майонеза у меня ушло ровно пять минут а теперь мы приступаем к нарезки нашего салата берем 200 грамм пекинской капусты и нарезаем ее соломкой порезали капусту и отправляем салатник следующее у нас на очереди вареное мясо мы также будем его нарезать мелкой соломкой порезали мясо и отправляем салатник теперь берем сыр и натираем его на самой крупной терке и также его отправляем салатник вот что мы следующее сделали я очистил два мандарина от всех вот этих белых волокон от всего и положил увидите салатник целиком есть второй вариант можно каждую дольку было разрезать пополам в таком случае салат попадает мандариновый сок и салат приобретает уже совсем немного другой вкус но это я еще раз повторяюсь дело вкуса каждого теперь мы мелко рубим нашу зелень и также отправляем салатник добавляем половину банки кукурузы нашей сладкой солим спокойно добавляем красный перец поскольку он не острый а сладкий теперь мы делаем следующие две столовые ложки сметаны и одну столовую ложку нашего домашнего майонеза и это перемешиваем и вот смесью сметаны и майонеза мы заправляем наш салат аккуратно это все перемешиваем вот друзья мои восхитительный на вкус и вместе с тем же совсем простой салат готов я вам советую если вам не тяжело приготовьте этот салат к праздничному столу вы ни одну секунду об этом не пожалеете по своему вкусу он чем-то издалека напоминает из давних времен советских еще салат столичный но тут капуста кукуруза ну то есть этот вкус более глубокий более насыщенный и интересный и так видео подошло к концу все кто досмотрел его до конца прошу вас оставить свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал если он вам интересен всего вам доброго до свидания до новых встреч до новых рецептов скорее всего будет еще один а может быть и не один до нового года рецепт праздничный пока пока до свидания успехов вам всем и и и и и и и